это у нас ирбис тунгус тунгус то ли 400 то ли то ли 600 непонятно загнули мужчины рельсу и эту идол попал какой-то пением на тот самый перебежал дорогу и получается они загнули рельсы попробуем выпрямить они могут лопнуть могут выпрямиться тут одно из двух это клиенту было сразу обозначено что может рельса лопнуть всего ничего так вот ее и загнули но отклонение до получаться вот оси хорошо еще тут гусеница внутри цивков нету так цивки снаружи а так бы она вообще встала и скорее всего после этого удара бы нет ну до дома даже не доехать было бы потому что конец если давайте с той стороны зайду не включить подсветку села патрика видите кончик здесь не так сильно загнут но он ушел как бы на ту сторону как раз где если бы на это гусянки повторяю же внутри были цивки вот такие там бы как раз них уперся подвеска сниматься не сложно здесь откручиваются здесь 22 болта м6 подключена 8 м8 ой это 10 на на 10 до м10 подключена 13 раз два три и четыре но естественно натяжник отпустить все и одна сторона вытаскиваться блин сзади даже два мортика интересно сделано два амортизатора а тот малюсенький от мопеда какого-то но подвеска на и вообще жидкая просто на мягко так интересно я ездить наем на таком аппарате не ездил но тут в гараже даже попрыгал как подвеска мягонько так пробуем снимаем склиз склиз тоже горевший уже не те как горит плавится пластмасса но это просто говорит о том что скорее всего может быть или склиз и такого качества сама сам пластик или же они ездят по рыбинскому и много ездят по накатанным дорогам то есть желательно на на скорее всего если вы так склиз и горят то им поставить скрэчеры скребки и все будет огонь рельс поправился ну плюс минус парни конечно не идеал да идеально не быть идеально не выправить но как-то так вот так пацаны поправился более-менее ровный стал на немножко все равно вот здесь она вертолетом и сколько пытался править верхняя часть ровненько он где-то еще кстати вот в этом месте смотрю сейчас через камеру в этом месте гнут ему не там я трогать не буду а вот эта сторона маленькой вертолетом но плюс-минус ровно пацаны как то так и хочу вам сказать производителю снегоходов этих вот не до снегоходов ирбиса да короче парни кто будет менять склиз и вы просто спотеете получается вот в эту сторону в которую как бы адекватно люди снимают склиз с рельсов это назад до через окно гусеницы а вот сейчас смотрю кстати она даже в окно не войдет вот вот чё прикол понимаете то есть на этих снегоходах надо снимать рельсы но и сняв рельсу так как сделан профиль склиза очень плотно на рельсы просто спотеете снимать то есть я сначала залил в дэшкой это все дело да и потом назад если взять с этой стороны назад вообще не трогалась то есть не мог сбить открутив носок как он как он правильно называю наконечник на правильно называться ну чтобы не задирала сами склиз и открутил его и уже молотком выколачивал его первое начнут вот столько на надо вот такое расстояние это сантиметров 20-25 на на очень шла туго но это можно видеть до молотком пару раз стукну пару раз стукну сами склиз и вроде думал сначала поставить их обратно же да как бы из этого снимал более-менее старался аккуратно но толщина у нас два сантиметра два сантиметра получается вот это место как бы которая уже не будет работать она вот видите 111 и но если точно померить 11 а в самом тонком месте где изношено это вот в этом месте получаем 1 и 3 то есть осталось толщины буквально 2 миллиметра естественно сейчас ночь как обычно работают ночь с утра позвоню хозяину скажу что ну желательно поменять склизы объясню ему если скажет мне менять поставлю эти если сказать поменять поменяем и поменять наверно скорее всего поменяем на тайговский тайговские профиль у их плюс-минус такой же тайговская хотя бы сюда залазить нормально адекватно без всяких усилий без молотка то есть тайговская у меня есть это бушник а я просто бушник взял померять а есть у меня новое поэтому поставим тайговской скорее всего тайговская кстати длиннее всего лишь на 5 сантиметров это от пятисотки тайги вы понимаете парень дошла не очень ну ни на дно в нормальном снегоходе вот таким методом с клизу не снимается это еще все побрызганы в дешкой вовнутрь и получается этот сама постояла полчаса чтоб подушка туда протекла ни фига лишь на это еще тоже под исколоченным молотком на фигня это все по-другому не сделать по-другому не знаю как подвеска внедрена гусеница натянута центрована центрована склизы тайга получаться они гораздо лучше но это графита наполнена еще склизы они гораздо лучше то есть они одеваются легко как должны быть они как то извращенство что надо колотить молотком сколачивать потом хотел сделать хотела сделать перемычку между рельсами как сделано на всех нормальных снегоходов и вот она перемычка да ну тут стропа еще висит и перемычка есть на тайге тоже точно так же сделать да на всех снегоходов парня так сделано и получаем почему я не сделал здесь взять пенек подставить под переднюю часть и отпускать подвеска нагрузилась то есть это какое-то препятствие там например пенек и не пенек и эта перемычка просто-напросто ударит в амортизатор конструктивное конструктивное сюда не сделать ну ладно не суть важно и вот в это место да то есть длина от этого ролика до этого ролика вот расстояние где-то в районе сантиметров 80 вот сюда просятся колеса хотя бы вовнутрь поддерживающие два колесика и было вот на это место и было бы все замечательно не так бы жрала склизы это на этом снегоходе пробег пробег 525 километров 525 километров и сажала склизы да но это нереально это даже если на нормальном снегоходе по голому льду ездить их так не сожрет вот потом попросил хозяин заглянуть вариатор вариатор что-то не ну не нравится как работают и ремень ремень стоит бурановский 33 рубена даже оригинальный рэм сейчас хотя рэм перешел на опти болт ремень но в двадцатом году которого года это выпуск снегоход выпуска были еще эти оригинальные ремни рубена можно наблюдать на моторе сколько здесь пыли от ремня и это все парни происходит от того что есть конструктивный просчет в том что вот стоит глушитель стоит глушитель и вот стоит вариатор если вот сюда так прикинуть вот так палец боком вот так палец короче туда не лезет не лезет это меньше сантиметра места хотя здесь типа тепловая тепловый экранчик сделан сам глушитель вот тепловый экран он также нагреваться здесь эти моторы греется сильно и получаться груши глушите здесь практически до красна нагреваться его надо по сути дела уводить вот это колено и вот здесь в морде есть место как раз бы она была четенько для глушителя вообще бы было нормально а вот в этом месте постоянно будет сжать ремни потому что сам вариатор глушителя греется и когда ремень выходит на большой на большой диаметр он естественно ближе становится глушитель и он перегреваться и начинают пробуксовывать вы этого это как бы практически на больших оборотах это незаметно что ремень пробуксовывать но он пробуксовывать он же тарелки вот на видовом вариаторе так тарелки уже как бы с бороздами за 500 километров это очень очень много а так конструктивно получается еще стоит бурановская коробка вон там место под натяжник под натяжитель цепи местечко вот это в отливке она глухое сделано и там получается работа в коробке есть только вот этот вал заднего хода и основной вал сто четвертого на сто четвертом валу висит вариатор ведомый а на валу заднего хода это как по-бурановски я говорю висит привод на гусеницу и получается что если включена передняя передача здесь как бы на коробке снегоход ездит если по бурановски сравнивать и выход ездить постоянным задней передачи а там еще с другой стороны есть еще одна цепочка которая приводит в гусеницу уже вал вал сам сам вал как на мото собаках но привод гусеницы короче как на буране звездами звездами и это все дело парни стоит 340 350 тысяч рублей до можно округлить там почти 350 тысяч рублей он не стоит этих денег то есть пластик говно хотя они в этом году типа сделали другой пластики обклеили его наклейками но от этого он лучше не становится здесь для мышей сделали место до чтобы снять копился как бы не закрыть нормально не сделать на нет что-то было все так этот все как не у людей как-то так он не стоит этих денег за эти деньги можно купить гулять иномарку ну бушную но иномарку как-то так вариатор они вариатор нормально тем ладно все с ним все ремень новый ставить не буду привез ремешок ему в запас но он сказал типа добил этот до конца и потом уже может быть привезет переделать гушитель следующий раз но в конце сезона и уже поставим потом на время то есть гушитель туда в носок и и будет все нормально все парни на этом все не покупайте такие ведра пацаны катайтесь не ломайтесь удачи всем си пары всем пока оценивайте видео лайки дизлайки там подписывайтесь на нашу группу вконтакте буран гараж 35 называться точно так же как канал на ю тубе все всем удачи все пока